Здравствуйте, уважаемые зрители, это снова я, это Криптоспай, это мой следующий обзор криптовалютного рынка на русском языке. Итак, начинаем, давайте посмотрим для начала на котировки ведущих криптовалют согласно сайт Коингеку. И здесь видно, что рынок продолжает консолидироваться, то есть маленькие изменения есть за последние 24 часа. И в целом вот они графики, которые видно, что движутся вбок. Итак, сегодня понедельник, так что анализируем ценовой график биткоина. На данный момент он торгуется на отметке 19 335 долларов 35 центов. Какая интересная цена. Переходим к свечному графику. Начинаем, как всегда, с месячного таймфрейма, но вначале я всегда показываю, все-таки пока еще показываю, вот этот симметричный треугольник, внутри которого торговался биткоин достаточно долго. Это классическая фигура продолжения тренда, то есть уже мы знаем, что график вышел в направлении роста, в направлении восходящего тренда, то есть после вот этого прорыва, то есть можно сказать, что эта фигура продолжения тренда, скорее всего, уже сработала, и мы находимся в начале практически восходящего тренда. Да, здесь могут быть коррекции, но в целом самое важное, что мы вышли из этого треугольника. Итак, переходим сейчас к другим таймфреймам, к ключевому мешаному таймфрейму. Давайте посмотрим, что у нас практически нарисовалось на мешаном таймфрейме, но до этого убираю все вот эти ненужные нам элементы. Значит, первое. В прошлом месяце здесь сформировалась очень-очень мощная бычая свеча, очень мощная бычая свеча, которая, на мой взгляд, спокойно можно сказать, что является самой-самой бычей и самой солидной свечой за всю историю биткоина с точки зрения, имею в виду, цены. Да, здесь практически было тоже практически мощная бычая свеча, у нее практически амплитуда или вот этот разброс цены был намного больше, вот если взять эту свечу. Но мы знаем, что здесь в основном это была верхняя тень, которая просто сформировалась на фоне волатильности, поэтому я ее пропускаю. Мы берем тело вот этих свечей, то есть это самая бычая свеча. Итак, если вспомнить ключевые уровни, то есть я их озвучиваю. Цена закрытия в декабре 2017 года, которая соответствует цене открытия в январе 2018 года, это уровень 13880. Для меня это самое мощное практически получается, самая мощная поддержка 13880. Я просто с целью ее показываю, хотя мы на данный момент очень далеко от этого уровня, я должен это уровень показать. Сейчас идем дальше, то есть здесь бычий сигнал, мощная бычая свеча, которая имеет локальный минимум выше предыдущего, а также локальный максимум. Weekly Time Frame. На прошлой неделе сформировалась консолидация. То есть не на прошлой, а до этого. Long Leg Dodge. Dodge с длинными ногами. Мы это видели. После Dodge сформировалась на прошлой неделе вот эта бычая свеча, которая поглотила тело Dodge, а также имеет локальный максимум выше предыдущего, и локальный минимум остался выше предыдущего. Это говорит о том, что на данный момент бычий сигнал сохраняется. И даже те трейдеры, которые иногда берут вот эту свечу Long Leg Dodge в качестве разворотной свечой, даже и они иногда ждут одну или две свечи, чтобы еще нарисовались. И если только эти свечи после Dodge имеют медвежье тело, обновляющие минимум Dodge, вот тогда они говорят, это разворотная свеча. Просто взять вот эту свечу без подтверждения, скорее всего, так не очень правильно. поступать, поэтому мы здесь даже на прошлой неделе говорили, что тут, скорее всего, бычий сигнал пока еще сохраняется. Вот он на данный момент и сохранился. Идем дальше. Дневной таймфрейм. Ситуация интересная, но это разносторонние свечи. Я не могу сказать, что здесь есть некий сигнал. Понятно, что график идет вверх, однако мы также понимаем, что вблизи получается психологического уровня в 20 тысяч долларов. То есть, если взять 20 тысяч долларов, вот этот уровень, здесь, видимо, есть некое психологическое сопротивление, которое для биткоина достаточно мощное. То есть, он приближается все время к этому уровню и никак не может практически через это, к этому уровню прикоснуться и его пересчеркнуть. Посмотрим. Но на данный момент ничего медвежьего. Я пока еще на графике не вижу, чтобы мы сказали, что вот этого уровня сейчас произойдет, вот разворот вниз. На дневном таймфрейме, то есть, я обсудил дневной таймфрейм, четырехчасовой таймфрейм. Вы знаете, мы здесь видели вот этот расширяющийся растущий клин. Давайте еще один раз его, еще один раз его нарисую. То есть, восходящий или восходящий расширяющийся клин или растущий расширяющийся клин. Вот он практически этот клин. Можно сказать, что это тоже восходящий тренд. График продолжает достаточно волатильно двигаться в направлении вот этого восходящего клина. Да, здесь может быть волатильность. Он может дойти на фоне волатильности цена до нижней части спокойно этого клина. Но на данный момент график еще находится внутри вот этого восходящего движения клина. Вы знаете, на самом деле у меня на этом все. То есть, в качестве заключения можно сказать, что на всех ключевых таймфреймах пока еще позитив сохраняется. А разворотных сигналов нет. Понятно, что есть психологическое сопротивление для биткоина. То есть, оно иногда давит на график. Единственное, знаете, на очень коротком таймфрейме я хочу показать, что может быть здесь есть некая вот такая маленькая фигура. То есть, я вижу, что некоторые трейдеры начали на эту фигуру обращать внимание. То есть, давайте я покажу, что сверху идет сопротивление. В нижней части, конечно, идет поддержка. Для кого-то это симметричный треугольник здесь. Для кого-то это просто треугольник, который практически вот таким образом рисуется. И, соответственно, некоторые говорят, что может быть этот треугольник дотянет график до крайней части симметричного треугольника. То есть, восходящего клина. Единственное, я что хочу сказать, чтобы возобновился рост, необходимо, чтобы на этом коротком тайм-фреме было пробито вот это сопротивление. Так что, в очень краткосрочной перспективе я на это сопротивление, которое рисуется, буду обращать внимание. Итак, друзья, у меня на этом на самом деле все по биткоину, по графику биткоину. Я вам, конечно, желаю хорошей, удачной недели, прибыли на финансовых рынках, здоровья и до следующего обзора. С вами, как всегда, в это время был Эд Киркспа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok